приветик всем снимаю видео прочитанных книгах и непрочитанных тоже в этот раз как-то все не весело в том плане что прочитанных книг не так уж и много хороших еще меньше но вот зато никуда не годного то что не пришлось к двору хватает первое разочарование это чарльз палисер квин кангс эта книга в двух томах сейчас покажу 2 да это немножко разные издания но вот как я смогла найти так купила ну в общем я ничего не знала об этом авторе я открыла книгу прочитала вот здесь вот предисловие не предисловие как справка что ли хорошо что не хочешь никак в общем знаете когда я это прочитал уже перед тем перед началом чтения потом начала в это дело погружаться мне создалось впечатление что автор очень любит конан дойля очень и когда читаешь такое впечатление что он вот писал роман мечтая писать как конан дойль меня хватило вот в первом томе где-то наверное страниц на 80 и все вы меня спросите если так это похоже на конан дойля почему я не смогла читать вот не знаю вот есть какая-то в этом загадка не могу объяснить но это факт вот конан дойля я могу читать а вот это вот вообще никак не поняла я что здесь к чему я рассчитывала что это будет вроде бы как детектив никакого детектива я не увидела в течение 80 страниц поэтому я все это дело отодвигаю и считаю знакомство свое с этим автором законченным это полная для меня неожиданность джоди пиклд второй взгляд я помню как мне понравилось произведение 19 минут и вот точно также мне не понравился второй взгляд я не смогла это читать когда я поняла что дело у меня с этой книгой не идет никуда я уже прочитала краткое содержание и в общем то я даже не знаю какой ему классу отнести этот роман он вроде бы с какой-то интригой детективной но я до нее не дотянула честно я закрыла раньше зато вот увидела вот эти непонятные какие-то явления я так и не поняла что это вплетение фэнтези или что это вообще такое магический реализм и как это называется я не знаю в общем я все дело не люблю поэтому я книгу закрыла очень жаль еще одно разочарование знакомство с новым автором оказалось так себе джон верден не буди дьявола мне не понравилось в общем о чем вот эта вот книга сам сюжет то есть где-то наверное первые страниц что я прочитала и закрыл потому что все не могу не интересно не трогает хотя очень жаль любимая из вот это вот из издательства издание желтой бумагой шершавый вернее серый шершавая бумага очень любит такие книги но невозможно читать не могу не мое и все что уж тут поделаешь люси вайн горячая штучка роман здесь на обложке написано что это карри брэд шоу новое десятилетие феноменально выдающийся роман ну вот опять таки вот понятно что автор фанат секса в городе вот фанат и все и по всей мести у нее было желание написать вот что-нибудь этакое вроде как о чем я хуже как там фрикен бог говорила да ну на мой взгляд ничего не получилось все это какое-то вот знаете жалкое просто жалко хотя напоминает да вот по своей структуре напоминает вот историю карри брэд шоу ну я говорю вот это вот все вокруг долгого секса большом городе очень я разочарована вот этой книгой это джейди венс элегия хилбили история жизни одной семьи в условиях кризиса в общем я ожидала художественное произведение а здесь фактически документалка я не люблю документалку поэтому я не буду говорить что это хорошо или плохо просто это не моя история и все и прощаюсь я разочарована вот этим вот произведением ларс кеплер лазарь но как-то совсем мутно не помню сколько насколько меня хватило страниц на 150 наверное я закрыла думаю нет мне просто жалко свое время не нравится не нравится сюжет мне нравится завязка и менее интересно что там будет потом ну и то что в общем то для меня было ожидаемо ну так и случилось раз уж как говорится сразу не пошло так не идет ничего стивен кинг под куполом не помню сколько одолела вот честно говоря не помню 100 120 страниц не помню 130 в общем я когда вот поняла что я это читать не смогу до конца и мне не интересно чем все это закончится с меня хватило вот этого жуткого начала знаете вот эти описания как там части тела разлетаются после крушения самолета там как бедного сурка этот купол разрезал пополам и он там бедный дергается хотя уже мертв в общем я вот это дело все почитала и подумала а что собственно говоря я вообще знаю о стивене кинге ну вот так вот если как-то сказать абстрагироваться от впечатления от книги а знаю я то что стивена кинга называют королем ужасов связи с чем у меня возникла большой вопрос ира если ты это знаешь ты зачем вообще покупала стивен кинга я ужасы не люблю честно а это вот действительно ужасы если вот 11 что там 23 11 22 63 это более-менее нормальная книга там что-то такое как это сказать фантазийное но читать можно там вроде как бы ужасов то нет вот здесь вот нет закрыла и не жалею теперь о скромном прочитанном ким дэвидсон джонс порядок в доме за семь недель как избавиться от всего лишнего перестать убираться я не раз говорила что я люблю книги об уборке и покупаю практически все что выходит что-то остается что-то нет вот эта книга не останется потому что ничего нового я для себя из этой книги не нашла и все-таки она какая-то знаете вот не оказалось для меня вдохновляющий что ли как-то так роберт брынза ночной охотник в общем то неплохая книга но знаете вот бывают такие детективы которые читаешь читаешь что-то ждешь от него а потом в конце вот прочитывая развязку понимаешь что испытываешь разочарование меня очень разочаровал пол преступника я не знаю почему раз пересказывать я не буду кстати вот мне хотела пользуясь случаем сказать иногда мне пишут о том что жалуются на то что я не пересказываю содержание книг я этого не делаю потому что сама подобное не люблю мне интересно узнавать о новых книгах но я не хочу знать о чем эта книга потому что мне просто неинтересно будет читать и поэтому я больше люблю видео о книжных покупках там все-таки как-то туговато с пересказом в отличие от прочитанного а вот в прочитанном очень многие блогеры чуть ли не целое произведение пересказывают я вот так я слушаю конечно смотрю да но эту книгу уже точно читать не буду в общем читать можно но я был конечно если у вас электронка лучше бы скачал бы потому что вот как-то денег было жалко за эту книгу хотя не могу сказать что плохой детектив лишь ну каким-то тяжелым нет 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 все нормально но как-то все равно какой-то вы послевкусие переплаты осталось сигарет унсет мадам д'артея это восемнадцатый век если я ничего не путаю вот здесь вот что то тут написано да в общем главный герой не попадает тяжелую ситуацию у нее семеро детей погибает муж она вот остается начинает со всем этим делом уживаться книга небольшая читается знаете вот что мне это все напомнило недостаток какой очень медленное действие вот хочется сказать ну что ты тянешь все кота за хвост надо как-то подинамичнее мне это напомнило почему-то детскую книжку как же она называется в общем это путешествие нильса хольгерсона с дикими гусями по швеции по которому был снят старый советский мультфильм заколдованные мальчики его обожаю люблю старые мультфильмы в общем очень сильно напоминает вот эту вот книгу то есть ну такая тягомотина хотя сам по себе сюжет неплохой но познакомиться познакомилась но в своей библиотеке оставлять не буду мотивационная книжка Джошуа Беккер дом минималиста от автора бестселлера меньше значит больше вот меньше значит больше я книгу покупала она осталась у меня в библиотеке она хороша а вот эта книга знаете какая-то за уши притянутая мне показалось что она для тех кто не читал первую книгу ну как то так потому что если вы первую книгу читали зачем вам эта вторая я не очень понимаю ничего такого я особенного в этой книге не нашла вот здесь написано комната за комнатой за комнатой путь от хаоса к осмысленной жизни ну какое-то все знаете вот все об одном и том же о том же о чем уже говорилось в первой книге только более как это сказать разжеванно ну как то так оставлять не буду у себя не надо смузи для счастья бар на крае мечты Дэвид Кови Стэван Мардикс в общем о чем это это серия целых таких вот мотивационных книг с такими обложками одну какую-то я уже просмотрела поняла что я ее на самом деле читала в другом издании ну в общем вот это вот о чем это тоже мотивация как бы изменить свою жизнь но здесь конкретно говорится о том как взять свою жизнь как это сказать финансовую свою жизнь под контроль в общем эта книга понравится всем у кого книги о финансовой грамотности вызывают зевоту и отвращение вот здесь все написано так что вы даже не заметите но если вглядываться в суть то это вот книга о финансовой грамотности такой вот для чайников знаете вот в таком доступном формате ну оставлять у себя не буду продолжение Аньес, Мартен, Люган счастливые люди читают книжки, пьют кофе я с большим предвкушением в общем начинала читать и мне так хотелось узнать чем же все-таки закончится эта история и было у меня небольшое разочарование в общем-то роман нормальный его можно читать даже если первую книгу не читал как бы все нормально но понимаете в чем дело вот в первой книге была какая-то изюминка а вот здесь вот изюминки уже нету здесь уже автор схалтурил ну да, просто такое вот романтическое чтиво может быть сойдет Тресси Шевалье, Тонкая нить что тут у нас это автор девушка с жемчужной сережкой первая книга, вторая, последний побег и третья Тонкая нить девушку с жемчужной сережкой я по-моему так и не прочитала последний побег у меня есть в библиотеке она мне понравилась, я ее оставила что касается Тонкой нити я рассчитывала, что и Тонкая нить у меня поселится на полочках но нет, в общем я могу в целом сказать что это шикарный роман написан превосходным языком читать одно удовольствие но сама по себе вот сюжетная линия она конечно полноценная несколько романтичная несколько фатальная но знаете, у нас у всех есть свои какие-то пожелания нам нравится читать про определенных героев про определенный возраст, еще там что-то когда несовпадения случаются с ожиданиями вроде бы как небольшое разочарование поэтому книгу я прочитала оцениваю ее как очень достойную шикарную но оставлять у себя я ее не буду в библиотеке Пия Юль убийство Халланда я когда вот покупала я думала, что это будет детектив но на самом деле это роман и что самое интересное меня это нисколько не разочаровало потому что роман это превосходный и это тот случай когда вот я могу сказать что я фанат скандинавского чтения настолько это прекрасно написано завораживающе нет слов не смогу расстаться с этой книгой она останется у меня в библиотеке по крайней мере пока очень я была удивлена тем что мне понравилась вот эта вот книга Джули Кэплин маленькая кондитерская в Бруклине обычно такие книги они знаете какие-то вот как обертки от конфет вот выбросил и все и забыл и не помнишь что это, чего это а вот эта как-то почему-то вот понравилась от первой строчки до последней я прочитала большое удовольствие в общем от прочтения этой истории если вы любите романтическое чтение я очень советую потому что вот среди всяких таких однобоких историй это вот очень даже интересно могу посоветовать то, что совсем хорошо это батлер обладание он хочет, чтобы его жена исчезла там будет продолжение в предисловии, по-моему, и ты тоже в общем, о чем эта книга эта книга о том что, конечно интрижка на работе как-то может быть привлекательной но занятие это затратное и геморройное потому что интрижка на работе хорошо заканчивается только в старом советском фильме служебный роман а вот в жизни все бывает по-другому вот об этом книга о том, какие неприятности можно нажить заводя интрижку на работе главная героиня-адвокат заводит отношения со своим клиентом у нее еще и в анамнезе маниакально-депрессивный психоз если я ничего не путаю ну, на самом деле, она никого не убивала ничего такого но это, в общем, как бы вот с психикой там есть небольшой проблемоз вот об этом вот книга что из этого вышло чего это стоило героине да о том, что заводя романчик на работе можно нажить большие неприятности и даже, в общем, причинить вред своему здоровью ну, как-то так единственное разочарование был это финал мне он показался каким-то феминистским, что ли хотелось более какого-то брутального окончания а так, конечно, роман очень достойный если вы любите всякие там триллеры, детективы и психологические драмы я очень советую, книга хорошая и лучшая книга в этот раз и это совершенно без всяких сомнений это Доди Смит я захватываю замок вот, в мягком издании потрясающая вещь когда читаешь, что это напоминает? напоминает Джейн Остин напоминает большие надежды Диккенса при всем при том, что написано достаточно современным языком и воспринимается как современный роман знаете, как будто Джейн Остин оказалась в нашем времени и вот написала роман уже исходя из той базы которая есть что называется не та, которая была в ее времени а то, что сейчас ну, с помен... как это сказать с... поправкой на мировоззрение на изменившиеся вот требования к жизни и так далее, и так далее изменившиеся моральные устои и прочее и написано это просто замечательно это тот редкий случай что я больше всего люблю в книгах когда открываешь книгу она тебе нравится с первой же строчки и как только ты заканчиваешь читать у тебя возникает желание начать читать заново это самые ценные книги которые вот вызывают такие чувства мне кажется они самые глубокие самые волнующие и по большему счету только такие книги заслуживают место в книжном шкафу ну, на мой взгляд ну, вот такие вот книги были в этот раз не очень много но уж как вышло надеюсь, видео было интересным полезным и приятным всем большое спасибо всем пока-пока субтитры сделал DimaTorzok